Некоторое время я уже активно использую инструмент-поисковик Preplexity AI, и я уже почти забыл про чат-GPT и Google Search. В этом видео я вам расскажу, почему он может быть полезен и вам. Почему же я считаю Preplexity AI своим новым любимым поисковиком? Для тех, кто не знает, Preplexity AI — это самый последний, самый современный поисковик на базе искусственного интеллекта. В первую очередь он отличается от классических тем, что с ним нужно и можно разговаривать, как с обычным человеком. Он понимает, естественно, язык. Второе его отличие главное — он не дает список ссылок на страницы. Он дает какое-то описание, контекст источника, и только к нему уже дает какую-то ссылку. Это очень сильно удобно. Какие же основные преимущества Preplexity перед классическими поисковиками, такими как Google, Bing и другими? Давайте чуть-чуть подробнее погрузимся в эту тему. Итак, как я уже говорил выше, работает на базе чата GPT — искусственного интеллекта. Это означает, что у него есть уже какая-то конкретная информация, зашитая у него, и плюс он всегда обрабатывает информацию из интернета. Второй важный момент — то вы с ним разговариваете как с человеком. Вы можете постоянно в момент поиска задать дополнительный какой-то уточняющий вопрос, и выдача будет вам немножко уточнена, улучшена. Это очень удобно, когда ты начинаешь что-то искать, не зная, что ты хочешь найти. Такая гибкость позволяет Preplexity гораздо быстрее и эффективнее выдавать нужное пользователю. Чуть-чуть подробнее про эту функцию, которую я вам сейчас рассказал для ведения диалога. Она называется Compile, или же уже в современной версии называется режим Pro. Она позволяет нам искать информацию о чем-то, о чем мы можем даже и не знать, и не обладая нужным контекстом. Он уже сам знает Preplexity AI, что именно предложить дополнительно в качестве вопроса. То есть вы, когда начинаете искать информацию о строительстве дома, можете не понимать, что же вы хотите искать, но базируясь на том, что вы уже спросили, какие релевантные вопросы еще могут быть. Он вам предложит уже список дополнительных конкретных вопросов, либо же уже вы можете начинать ему задавать итеративно, на сколько вам влезет вопросы про интересующую вас тему. Почему же это важно? Да потому что обычно уже в нашем интернете все довольно-таки давно прицеливаются на индексацию. То есть любой наш посещение сайта для кого-то это дополнительные деньги с рекламы. Поэтому специалисты широкого профиля пишут статьи под какое-нибудь одно ключевое слово. Из порожнего в пустое переливают воду, и мы тратим время на чтение статей, но не находим нужную информацию. Функция Copilot позволяет этого избежать. Он вам не сгенеривает какую-то толковую вещь, если будет какая-то вода. Вы пойдете только на релевантный какой-то источник, который обладает уже нужным количеством информации для вас. То есть в пустоту вы не пойдете, и это очень сильно экономит время. Тем более в современном мире, когда его постоянно не хватает. А еще очень просто с помощью обычного языка можно ограничить поиск в рамках одного какого-то сайта или форума. Конечно же, продвинутые пользователи или программисты скажут, да, можно сделать это и в Гугле. Но будем честны, вот, например, вы нас смотрите, скажите, пожалуйста, вот, знаете ли вы, как в Гугле сделать ограничение поиска, ну, на одном сайте? Напишите честно в комментариях. Я, конечно, это знаю, но большинство пользователей нет. А в приплексите очень четко и быстро поймет, что вот надо поискать, например, на нашем сайте Creator Tools какую-то информацию и выдать вам все относительно вопроса про то, как продвигать видео на YouTube. Не надо знать каких-то специальных тегов, синтетических каких-то команд и слов. Просто пишите, как обычный человек. Разговаривайте, как со своим другом. И приплексите прекрасно вас поймет, он же постоянно обучается, и ML-инженеры делают все максимально для вас, для того, чтобы приплексите выдавал самые релевантные ответы. Где же это может быть полезно? Да, практически везде. Если вы делаете какое-то исследование или готовите новое видео для YouTube, ну, мы же все-таки для блогеров снимаем контент, но вы представьте себе, что вам надо что-то очень сильно глубоко копнуть для диссерпации, для реферата, подготовить, ну, вообще какую-то исследовательскую информацию про маркетинговые исследования на рынке в какой-нибудь нише. Или вы едете в путешествие за границу, и вам надо пока одному какому-то городу из одного сайта собрать максимально полезную информацию. В классическом варианте мы перерываем, ну, не знаю, там, час или два ссылки с гугла, входим на каждую, чего-то читаем, а потом начинаем читать по каждой статье отдельно. Кучу времени, можем запутаться, устать. А, приплексити, пожалуйста, очень легко и быстро вам даст нужную информацию. Причем тут AI. Нужен ли он только для суммаризации текста? Нет. И здесь еще одна мощнейшая фича этого поисковика. Да, друзья, на найденной информации, на основе этого текста, который вы уже нашли, и контекста вашего диалога, вы можете очень легко и быстро составить сценарий. Вы можете очень легко и быстро сделать какой-то пост в Инстаграм, в Телеграм, да куда угодно. То есть нам не надо уже использовать чат GPT, переключаться между разными системами, для того, чтобы получить нужный результат в одном месте. Перевести текст на какой-то язык, найти какое-то дополнительное видео, или же попросить чат GPT, который встроен в приплексити, нам создать песню на основе того, что мы сейчас нашли. Круто. Если вы уже пробовали, пишите в комментариях фич, которые вам наибольшим образом приносят эффективность, и они вам очень сильно нравятся. Поделитесь своим опытом. А если вы еще его не используете, просто придите, посмотрите и напишите впечатление в комментариях о том, каково это перейти на умный поисковик после Гугла. Интересный факт об этом стартапе. Для тех, кто понимает ситуацию в мировой экономике, не секрет, что IT и программирование сейчас находятся в некоторой такой фазе полета вниз. Не так уже все хорошо, и программисты уже не нужны в таком объеме, как были раньше, потому что, ну, не надо столько программного обеспечения, и инвесторы крайне скептически относятся к каждому новому стартапу. Если раньше были готовы инвестировать, я не знаю, там, вы стартап, платите вам деньги, ни слова больше, то сейчас нет. Только в то, что действительно будет приносить какую-то интересную выгоду и прибыль в будущем. И если мы снова говорим про приплексити, они единорог. Это означает, что в них поверили и дали им 1 миллиард долларов на развитие. Сходу вот так вот. Так что, если вы инвесторы, следите за рынками, когда там появится их акция, то имеет смысл брать, потому что мы знаем, какой был Facebook на самом старте, ведь он тоже один из единорогов. И один из таких вот, очень такие показывающие надежды компании, и во что он сейчас превратился. Лидер. Поэтому приплексити тоже может стать со временем лидером. Я вам еще приведу пример интересный на примере ICQ. Многие из вас могут даже и не знать, что такое ICQ, не пользовались ими. Но когда-то это был крайне популярный мессенджер среди всего мира. Но со временем начали выходить более современные, такие как WhatsApp, Viber, другие мессенджеры. И, соответственно, ICQ все. Пользователи стали уходить и пользоваться более современным тем, что дает удобство и какие-то дополнительные фичи. То же самое и с приплексити. Мы знаем сегодня, да, Google есть, он выводит там 100-500 тысяч ссылок. Довольно-таки удобно. Рекламу какую-то он там показывает. Можно много зарабатывать. Но сегодня есть новые инструменты, и если их интегрировать в повседневную такую рутину, как поиск, то можно гораздо больше эффективности добиться. И приплексити это делает. Инвесторы поверили, дали огромное количество денег. Поэтому, возможно, в ближайшем будущем мы увидим гонку таких огромных гигантов, как Google, Bing, для того, чтобы мы остались на этих площадках. Но судя по тому, что происходит, мне кажется, у Google все меньше и меньше шансов. А вы что по этому поводу думаете? Напишите в комментариях. Минусы. Я не хочу, чтобы вы подумали, что я рекламирую этот сервис. Потому что я просто делюсь тем, что я нашел, и, возможно, будет вам полезным. Так я делаю всегда для своих друзей и для вас в том числе, друзья. Самое лучшее рассказываю. И вот, самый главный минус этого нового мощнейшего поисковика в том, что он платный. И не каждый даже сможет оплатить весь этот вот могучий функционал. В бесплатной версии, да, есть доступность. Чат GPT доступен. Все практически бесплатно есть. Но режим Pro, а это тот, который более четко делает поиск и позволяет вести диалог именно вокруг найденного, доступен всего лишь на 5 запросов в день. Для бытовых нужд, для маленького объема информации поиска ежедневного возможно и хватит. Но если этим пользоваться каждый день, конечно же, увы, недостаточно. И платная версия здесь нужна. Ну, если мы обратим внимание на чат GPT, у него буквально за день миллиарды пользователей... Ну, не миллиарды, но сотни тысяч пользователей приходят на платную подписку благодаря тому, что они распробовали новые фичи. Приплексити примерно будет та же самая история. Но все-таки я считаю, что это довольно-таки большой минус. Тот же самый Google, он пока что бесплатен. Ну, вернее, не пока что, а мы понимаем, что он бесплатен за счет того, что у него встроенный показ рекламы. Если приплексити пойдет по той же дорожке, то берегись, Google, беда придет, заберут лидерство. Приятно осознать то, что современный путь, который мы выбрали в развитии нашего продукта, такой же, как и у стартапа приплексити. Если вы не верите, перейдите по описанию, по ссылке, попробуйте бесплатно наш сервис на своих YouTube-каналах. Ну, и пишите вашу реакцию, пишите в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Всем, друзья, спасибо. С вами был Игорь, канал Creator Tools. Пока!